Если ты честный игрок и ты никогда не играл с читами, то ты этого петуха никогда в жизни не видел. Ну а в этом ройке я всё расскажу о нём. Всем привет, с вами Супчик19k и это у меня новое видео по чекингану. Сегодня в ройке я расскажу о этом странном петухе. Расскажу вообще кто это. Ну только попробуй за 3 секунды. Взять, подписаться на канал, сделал красавчик. А если ты это не сделаешь, то 25 тысяч игроков придут к тебе ночью. Делай решение сам, ну а мы погнали к ролику. Умил ё, оператор, божись! В версии 3.4.0 можно увидеть вот такого персонажа. У него разное место спавна на разных картах. И сейчас я покажу момент со стрима, как он заспавнился и я его сам увидел. Так, я на воду говорить. Ну спасибо. Ох, Блян, шо за фигня? Ох, нифига себе. Блян, шо такое оно? Вот, я вам сейчас показал момент со стрима, как я впервые увидел и как отреагировал на это всё. Ну а сейчас я вам расскажу, что это за персонаж и почему это петух без кьюва, глаз и особенно гребешка. Во-первых, это бот и это никакой не игрок. Создание этих ботов в версии 3.4.0. А сделал сам читер Ларри Хакер. Но это только читеры могут заспавнить этого игрока, а обычные юди не могут заспавнить. В чите Ларри Хакер есть некоторые функции, где можно там заспавнить, например. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы внимательно смотрели это видео, то вы можете сделать с этим ботом. изменить шея, поизменить обувь, оружие какое-то там, юбое поставить. Но жалко, что это нету именно в Чикингане. Если бы в Чикингане были бы боты, то ролики можно было бы снимать очень быстро и очень легко, а не заходить со второго телефона на один сервер. Если у вас на сервере заспавнился плеер, и он с таким вот скином, то считайте, это бот. Но если вы хотите убедиться, что это бот, то вы можете его взять, но не передвигать свободно, как там вещи. Думаю, вам я всю поездную информацию рассказал. С вами был я, Супчик19k. Всем спасибо. Всем пока!